Учебно-тренировочный сбор национальной команды Республики Беларусь Погребли на Байдарках Каноэ начался в Мозыре в середине ноября, а завершится в начале декабря. Но уже сейчас можно говорить об успешном тренинге на первом подготовительном этапе. И мы отмечали уже мужскую команду байдарочников под руководством Владимира Владимировича Шанторовича. Сегодня вашему вниманию старший тренер женской сборной Погребли на Каноэ Пал Игоревич Мудрагель. Сейчас у нас подготовка походит в городе Мозыре, получается с 14 по 3 декабря. Работаем сейчас больше на техническое исполнение, качество грибка. То есть не забываем тоже и специальные физические упражнения, и общефизические. Работаем тоже и над функциональным состоянием, поднимаем функциональное состояние. Тоже работа ведется и на координацию, на движение, на исполнение. Так что работа ведется по логике. Есть ли изменения в славной команде женского Каноэ, которая на последних чемпионатах мира Европы завоевывала самые высокие места? Единственная Олимпиада. Ну, есть 2024 год, Париж, и будем надеяться, там девушки с веслом покажут себя во всей красе. Только вот в каком составе? Сейчас три девочки из основной национальной команды присутствуют на сборе. Это Ноздрева, Климова, Калауру. И привлекали две девочки, это Жук и Данильчик. Я полагаю, что резерв надо, чтобы был постоянно, чтобы была внутренняя конкуренция здоровая. То есть виды у нас те же и остаются. Это одиночка 200 метров и двойка 500. Ольга Климова, воспитанница Жозинска, Гребли и тренера Людмилы Александровны Козловской, подопечные Сергея Ивановича Зборовского и Мозорского филиала Гуминского училища Олимпийского резерва Елена Ноздрева и Александр Калаур. Это наши чемпионки, известные всему миру. Они вместе с воспитанницей Пинского спорта Кариной Жук и столичной канадистской Евой Данильчук сейчас составляют основу сборной команды в своей дисциплине. Верим, 33-е Олимпийские игры в столице Франции принесут как отечественной Гребли в целом, так и женскому Каноэ, в частности, медали.